Кому надо к себе вернуться, тот возвращается. Кому нужно реализоваться во внешнем, тот реализовывается. Кто-то во всем этом внешнем мега реализовывается, кто-то внутри, кто-то возвращается. У меня же огромный опыт практического православного миссионерства, но я понимаю прекрасно, что мне интересно выступать, рассказывать в разных контекстах, подбирать язык под аудиторию, вернее, даже не подбирать из головы, а чувствовать. Но какая интересная вещь происходит. Я сейчас далек от того, чтобы кому-то что-то донести или кого-то от чего-то спасти. Я хочу на большую глубину, чтобы люди вошли. Я знаю, моя задача, но это будет банально и может быть заезжено, ну просто петь свою песню. Вот сюда меня пригласили, говорит, спой. Я просто буду, ну не заученную, а прям вживую. Сочиняй и пой. Я говорю, хорошо. Вот я рассказываю себя, когда спрашивают. Когда не спрашивают и говорят, пожалуйста, будь в формате. Я говорю, хорошо. Нужно будет посидеть 10 минут, потом фотосессия. Хорошо. То есть меня, вот меня не запрашивают здесь. Здесь важно, чтобы моя форма и чтобы дресс-код и все дела. Хорошо. То есть, поэтому раньше у меня такое желание вот всего себя, как я раскрыл, моим родителям донести, например. Это тема очень такая, трендовая, да, отношения с родителями там. Я вот этим всем туда попер, а я смотрю, мой папа смотрит, говорит, ну кушать идем? Мама смотрит, говорит, сынок, а ты это, что-то тут подровняй немножко, у тебя уже длинные. И я понял, что не надо. Ну, то есть они на другой волне. Здесь в большей степени ролевое отношение, такая благодарность, любовь. Но в этом всем я, ну, мне этого не донести. А может им не вместить. Ну, как бы не вместить, в смысле, ну, волна другая. Ну, они, например, на СВ, а я уже на ФМ. И это не то, что хуже, лучше, просто другая. Здесь мне надо быть в роли хорошего сына, любящего, и не трогать дискуссионные темы, потому что мама расстраивается. Папа выдержит, мама расстраивается. Вот, я здесь в большей степени в роли. Есть люди, у которых есть глубокий контакт со своими, например, родителями, что сути можно выразиться. И мне интересно, где я, ну, в сути, где я востребован, как я. Но я не завязан, не зациклен на то, чтобы это искать. Проявится, да, не проявится, нет. А люди в мегаполисах, ну, я так слышал немножко, и сам немножко жил в мегаполисе. Вот они в какой-то момент, ну, всегда ж можно вот просто так посмотреть, сказать, слушай, ну, вот, ну, вот ты счастлива, скажи. Вот, ну, ты так довольна? Счастлива. Я начал записывать в последнее время интервью со счастливой женщиной. Я записываю, выкладываю. Одна попросила мне позадавать женщинам в счастливом браке вопросы. Я говорю, напиши вопросы, я буду задавать. У меня три вопроса. Три позиции, по которым я это интервью записываю. Первое. Мне нравится, как они вместе выглядят рядышком. Ну, женщина это со своим мужем. Даже без мужа, ну, видно, что она с мужем. Второе. Я спрашиваю, ты счастлива в браке? Счастлива? Нет, ты его любишь? Да. Ты счастлива? Да. Вот я могу так, да. То есть, если человек счастливости какой-то достиг, из этого можно запитаться, этим можно поделиться, и из этого можно даже взять. Потому что счастливый человек, он как солнышко, он же излучает, и от солнышка не убывает. Я не знаю, какие там процессы на солнце, но от него не убывает. Вот точно так и здесь. Люди, вот, которые живут, так все, я смотрю, как-то в большей степени в чем-то одинокий, в чем-то несчастный, они чего-то достигают, думая, что когда достигнут, то там уж и будет эта счастливость. А потом новая морковка перед осликом возникает. А некоторые хитрые, они берут и сваливают. Некоторые нагла, а некоторые во внутреннюю миграцию. Они начинают чего-то думать, чувствовать, искать, может быть, почитывать в тайне от всех. А чтобы это раскрыть, ну почему иногда даже в тайне от всех. Потому что ты находишься, ну, например, на эмоциональной связи, там с родителями, с женой, они этого не поймут. Поэтому если ты покажешь, что ты какого-нибудь Кастанеду там почитываешь, или Роберта Дилца, или Грофа, скажешь, что за ерунда. И на твою ценность как будто плюнут. А для тебя это ценно, это тебя заинтересовало. Поэтому мы привыкли уходить во внутреннюю миграцию со времен Советского Союза. Но сейчас в эти внутренние миграции люди ходят, ну, вот сами по себе. Чтобы сохранить, чтобы не обесценилось. И тогда мы начинаем искать круг людей. Есть, например, жена, да, вот она, ну, на таком биологическом, биовыживательном уровне. И разговоры, и шоппинги, и все. И, понятно, мужчине нужна женщина, которая и эту часть его примет. Я сталкиваюсь со многой, с большим количеством ситуаций, когда один из партнеров вот так уже, вот туда, цветок начал раскрываться, а другой говорит, ну, была ж нормальная, ну, что ты начала вот это, заморачиваться, ходить какие-то. Ну, ладно, медитируй, ну, давай, чтобы ужин быстрее, давай, 10 минут помедитировал. То есть, вообще не понимает, о чем это. И люди расстаются, чтобы найти по резонансу. И то, что мы расставаться, как человечество, как вид, стали раньше, да, одна работа, одна жена, одна страна. Вот, один круг друзей, родственников. По частности, одна деревня. Одна деревня, да. Сейчас, и это уже становится естественным. Старые нормы ведические, христианские не притянешь. Одна, вторая, третья жена, человек в поиске. Один, второй, третий муж, человек в поиске. Дети-то, безусловно, страдают. Но чего-то люди ищут. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Мы в поиске, мы в каком-то движении. Мы в неуспокойности внутренней. Мы думаем, может, мы, ну, просто женщину ищем, просто чисто для секса. А может, для понимания. А может быть, для путешествий. А может быть, ну, здесь уже эффект привыкания произошел. Мы не понимаем, почему. Но мы ищем это в людях. Мы ищем это в путешествиях. Мы ищем это в религиях. Вот это самое то себя самого, которое где-то актуализируется ярче. Вот и в какой-то момент, ну, вот у кого-то по-разному это происходит. Но когда вот эта состыковка, совпадение всех вот этих квадрантов произошло, ты видишь человека энергичный, ясный, спокойный, удовлетворенный. Не в смысле успокоенный, но излучается вот раз. И с этим хочется иметь дело. И у этого хочется рядом посидеть и послушать. Субтитры создавал DimaTorzok